Рабби Мейр Кахане из книги «Неудобные вопросы для удобно устроившихся евреев». Часть шестая. Заключение. У меня нет ненависти к арабам. Я люблю евреев. И мне так невыразимо больно видеть, как они блуждают в потьмах, не понимая, кто они, откуда они пришли и куда идут. И как они отбрасывают славное наследие избранности, возвышенности, отличительности. И как их лидеры в Израиле и в изгнании, столь невежественные в вопросах еврейства и иудаизма, столь преданные чуждой нееврейской культуре и мысли, противоречащей иудаизму, ведут их по тропе ассимиляции и современного эллинизма. И я очень боюсь за свой народ. Существование евреев – это не что-то временное, приходящее, подверженное перипетиям судьбы. Есть Бог, сотворивший мир и управляющий им, и евреи – его избранный народ. Они не смогут убежать от своей избранности и своей судьбы. Есть также награда и наказание, и совершенно неважно, верят в это еврей и его лидеры или нет. Я очень боюсь, что сегодня еврейский народ стоит перед лицом страшного, ужасающего наказания. Конечно же, эта книга была написана не из ненависти к неевреям, но из любви к евреям, моему народу, народу глупому, слепому, но моему. Для всех, кто имеет способность и желание видеть, очевидно, что сегодня мы живем в заключительную эпоху этого мира, который Всемогущий создал для человека эпоху уникальную. Создание еврейского государства и возвращение еврейского народа после двух тысячелетий – это не что-то случайное, как хотят думать и атеисты, и набожные евреи. Уже слышны шаги Мессии, близится избавление, и остается лишь один вопрос – каким образом? В иудаизме есть четкое правило – окончательное избавление, пришествие Мессии и Царство Бога может прийти двумя способами. Если мы это заслужили, исполняя волю Бога, оно придет сегодня, мгновенно, удивительно, в славе, без страданий. Но если мы этого не заслужим, то перед Его пришествием произойдут страшные события, невиданные страдания и катастрофы. Если бы мы нашли силы поднять глаза к небу и склонить головы перед ярмом Божьего Царства, как прекрасно и славно было бы наше освобождение! Как бы то ни было, давайте поймем, что выбор за нами, и осталось очень немного времени сделать его. Позвольте мне поделиться последней мыслью, которую я очень прошу обдумать хорошо и внимательно. Возможно, она станет той трубой, что пробудет спящего еврея. Эта мысль пришла мне в голову, когда я сидел в тюрьме в Рамле. Это было в канун Тишабе-Ав, трагической годовщины разрушения обоих храмов и начала обоих изгнаний. Я читал книгу Ионы, которая повествует о раскаянии в день национальной катастрофы. Иона прибывает в город Ниневию, куда его послал всемогущий, чтобы предупредить жителей о грядущем разрушении, которое придет, если они не раскаются. И вдруг меня поразили слова, которые говорит Иона. Через сорок дней Ниневия будет разрушена! «Сорок! Меня вдруг осенило! Сколько раз мы встречаем это число, когда речь идет о грехе и наказании!» «И дождь лил сорок дней и сорок ночей! Бытие семь двенадцать!» «За грех мир был наказан потопом! Сорок!» Несколько веков спустя, когда евреи в пустыне презрели приятную землю и оплакивали свои дома в Египте, всемогущий в гневе постановил, что поколение пустыни не войдет в святую землю, объявив им, «Ваши дети будут скитаться в пустыне сорок лет и нести ваше неверие!» Число четырнадцать тридцать три. Снова сорок. О наказании и бичевании плетьми говорится, сорок ударов нужно дать ему, не более. Искупление греха и процесс очищения начинается с изучения Торы, которая была дана на Синая за сорок дней. Затем следует миква, в которой должно быть сорок мер воды. Сорок. Снова и снова мы видим, что грехи и наказания связаны с этим числом. Почему именно сорок? У меня нет ответа, кроме цитаты из Бамидбар-Раба 5.5. Почему Тора требует сорока ударов плетьми? Потому что он, грешник, нарушил Тору, данную в течение сорока дней, и навлек смерть на себя грешника, созданного за сорок дней. Следовательно, его нужно бичевать сорок раз, после чего освободить, как и Адам, согрешив, заслужил смерть и был наказан сорока. «Ибо мир проклят за его грех сорока проклятиями, десять Адаму, десять Еве, десять Змею и десять земле». Конец цитаты. «Тогда в тюрьме я много размышлял об этом. Понятие о сорока тесно связано не только с грехом и наказанием, но и с предупреждением Бога-грешнику, которое призвано помочь ему избежать этого наказания. Иона предупредил Ниневию о надвигающемся наказании, дав ей период в сорок дней, в течение которого они могли изменить свои пути. В случае с обоими храмами, всемогущий дал еврейскому народу сорок лет на раскаяние, время подумать и пересмотреть свой образ действий. За это время они могли вернуться к Нему и спастись от наказания. В ужасные последние дни первого еврейского государства Господь говорит пророку Иезекиилю, «Ты снова ляжешь на правый бок и понесешь беззаконие дома Иуды сорок дней, день за год, день за год». Иезекииль 4.6 Библейский комментатор Раши пишет «Мы знаем, что между изгнанием десяти племен и уничтожением Иерусалима был период в сорок лет». Конец цитаты. Сорок лет. Всемогущий, излив свой гнев на десять колен Израиля, начинает обратный отсчет для Иудеи, отвернувшийся от своего Бога. «Но им дана последняя возможность, время милости, период в сорок лет». И определен пророк, пророк милости, пророк последнего предупреждения, Иеремия. Раввины говорят «Книга плача была для Израиля более полезна, чем сорок лет, в течение которых им проповедовал Иеремия». Эйхараба 4.27 Теперь, что касается второго храма. Сорок лет до разрушения храма, жребий для жертвы Йом-Кипура не избирался правой рукой первосвященника, и красная завеса за святая святых не становилась белой в знак божественного прощения, и западная свеча не зажигалась, и двери святилища открывались сами собой, пока Раби Йоханан бен Закай не сказал им «Святилище, святилище, я знаю, что ты обречено на уничтожение», Йома 39b. В другом месте. «Сорок лет Раби Цадок надеялся, что Иерусалим не будет уничтожен». Гетин 56а. И снова. «За сорок лет до разрушения храма Санедрин изгнал сам себя из храма и воссел на рынке, а вода Зара 8b». «Снова время милости. Сорок лет». Всемогущий последний раз надеется, что его последнее слово будет услышано. Отсчет в сорок лет. Последний шанс. И в какой-то момент я вдруг осознал эту мысль во всей полноте. «Если в первом и втором еврейском государстве всемогущий давал нам время милости в сорок лет, то не может ли быть, что это же относится и к третьему государству, нашему государству, Израилю? Эта мысль не давала мне покоя. Если хотите, я стал одержим ею». В конце концов, наши раввины объясняют, что окончательное избавление придет одним из двух способов, и третьего не дано. «В свое время я ускорю это избавление». Исаия 60. Раввины объясняют, «Если евреи заслужат, то я ускорю. Если не заслужат, тогда оно придет в свое время». Это разница более чем хронологическая. Это качественная разница, которая уходит корнями в саму суть нашего существования. Ускоренное в кавычках избавление придет в славе и величии, без боли и страданий. Но то, которое должно прийти в свое время, вне зависимости от того, заслужили мы его или нет, придет с ужасающим разрушением и катастрофой. Это будет заслуженное наказание, которое будет предшествовать окончательной славе и спасению. Как важно избежать этого страшного и бессмысленного страдания. Я абсолютно убежден, что всемогущий просит нас сделать именно это, заменить избавление в свое время на быстрое избавление, обдумать наши пути и вернуться к нему. Я абсолютно убежден, что как в прошлом он давал нам период раскаяния, точно так же мы имеем его сегодня. Я все более и более отчетливо понимаю, что мы снова живем в сорокалетний период. Период предупреждения, увещевания, возможности. Последний шанс. Государство Израиль. Это самое невероятное из чудес ознаменовало начало этого окончательного избавления. Это избавление пришло не потому, что еврей обручился со своим создателем узами веры и обращения. Оно стало результатом Холокоста, этого величайшего осквернения имени Бога. Хилул Гошем. Осмеяние, унижение, отрицание могущества и самого существования Бога Израиля, который в течение двадцати веков наблюдал, как его имя подвергается осмеянию и издевательствам. Не ради тебя я делаю это, о дом Израилев, но ради моего святого имени, которое вы осквернили тем, что смешались с народами. Иезекииль 36. Таким образом, еврейское государство восстало из пепла крематориев не потому, что мы это заслужили, но потому, что это заслужили язычники, потому, что Бог приготовил наказание и страшный гнев для мира, который осмеивал и унижал имя Господа, Бога Израиля. Я убежден, что государство Израиль, возникшее в сорок восьмом году, является началом не только избавления, но и дарованного нам времени милости. Я всеми внутренностями ощущаю, что всемогущий в своей бесконечной доброте и милосердии дает нам последнюю возможность превратить бессмысленное страдание в славное и быстрое избавление. Он просит нас об этом. Не зря Раби Элиезер говорил в Санедрин 99а «Дни Мессии сорок лет, как сказано, сорок лет я спорил с этим поколением». Конец цитаты. Другие раввины добавляют в Песекат Раба 15.10 «Сорок пять дней Мессия открывается им, а затем скрывается от них. В конце Святой Благословенный открывается им и низводит для них манну». Конец цитаты. Сорок лет. Это число может быть не совсем точным. Оно может быть чуть больше, чуть меньше. Но в целом период именно такой. Небесный Отец сорок лет предупреждает нас, заботливо взывает к нам. Сорок лет милости. Последняя возможность отменить ненужную катастрофу. Привести избавление с величием и великолепием. Так давайте же не совершим ошибку. Грандиозное чудо возвращения евреев и создания еврейского государства – это, безусловно, начало окончательного освобождения. Но вряд ли его конец. «Настоящий финал, грандиозная, захватывающая эра Мессии, придет в славе и величии, только если мы будем придерживаться главного правила. «Если вы будете следовать моим уставам, я дам мир земле» – Левит 26. «Это непреложный закон народа Израиля. Избежать его невозможно. Какое будущее ждет еврея? Какая участь его постигнет, добрая или злая? Будет ли он радоваться миру или терпеть ужасы? Зависит только от того, насколько он придерживается своей роли, обязанностей, миссии в этом мире. Насколько он склоняет голову и принимает ярмонь неба. «Если вы будете следовать моим уставам, я дам вам мир. Но если вы не прислушаетесь ко мне, я принесу вам ужас там же. Вот выбор. Единственный выбор. Все остальное не имеет значения. Время идет, и выбор в наших руках. Как умоляет Всевышний нас, своих детей, принять все то, что Он хочет нам дать. Как стучится в двери Мессия, Его шаги уже слышны. Как взывает к нам Всемогущий. Обратитесь ко мне, говорит Господь воинству, и я обращусь к вам, Захария 1. Быстро, славно, сегодня, в этот самый момент. Сегодня, если вы прислушаетесь к моему голосу. Псалом 94. Дорогой еврей! Всемогущий сегодня дает нам жизнь и смерть. Разве мы не выберем жизнь? Найдется ли у нас мудрость понять, глаза увидеть, желание захотеть увидеть? Поймем ли мы, что избавление придет только тогда, когда мы полностью посвятим себя вере во Всемогущего и доверимся Ему, проявим веру, которую символизировала та манна, что когда-то Он давал нам. Увидим ли мы Мессию и начнем ли действовать, чтобы не позволить Ему снова скрыться от нашего взора, проявим ли мы веру и докажем ли ее единственным способом, действиями, пусть и ужасно сложными, а иногда и ужасно опасными, действиями, которым безразлично, что подумают народы, действиями. Которые вернут землю Израиля, выдворят арабов, очистят храмовую гору, снимут нечестие и проклятие изгнания и приведут евреев домой. Все это – та ткань, из которой соткана еврейская судьба. Этого ждет от нас, всемогущий, и тем больше, чем меньше времени осталось до окончания сорока лет. Подумай об этом, еврей. Если все сказанное верно, тогда отказ услышать – это гораздо более, чем роскошь. Это гибель. И тогда подумай еще об одном. Если верно то, что сорок лет начались с образованием государства, сколько лет осталось? Примечание. Раби Кахане не говорит о приходе Мессии по прошествии сорока лет, а о времени милости Всевышнего на этот срок. Сорок лет милосердия – это время наибольшего благоприятствования. И если его не использовать, приведя Мессию, то альтернативой будут горе и кровь. По окончании этого срока начинается процесс, в ходе которого способность человека влиять на события будет неуклонно снижаться, Хотя мы и надеемся, что милость Творца может превзойти даже ожидания пророков и мудрецов.